Долина смерти. Именно так стали называть эту территорию британцы после Балаклавской битвы. 25 октября 1854 года стало трагичным днём в английской военной истории, когда в одном бою погиб весь цвет кавалерии, состоявшей преимущественно из отпрысков аристократических семей. Предшествовала реконструкция тех событий, возложение венков к камню примирения в районе Ялтинского кольца. Вице-премьер-министр Александр Вилкул с украинской стороны и принц Майкл Кенский с британской почтили память погибших. Далее место действия переместилось на Федюхины высоты. На поле битвы, как на сцене, выстраиваются участники – русские пехотинцы и гусары, французские и британские солдаты. События на поле брани по сценарию максимально были приближены к историческим. Стремительная атака русских застала союзников врасплох. Отстреливаясь, они спешно отступили. И вот в атаку идет английская кавалерия. Казалось, чтобы спасти бой, но в итоге попадает под перекрестный огонь. В итоге большая часть садников гибнет. После битвы принц Майкл Кенский лично поблагодарил всех участников реконструкции, обойдя ряды поприветствовавших его расчетов. Если английскую кавалерию изображали каскадеры группы «Украинские казаки», приехавшие из Киева, то севастопольцы разделились на два лагеря. Одни представляли русских солдат, другие в форме французских пехотинцев отбивали их атаки. У них была слава самых отъявленных головорезов, самых замечательных, выносливых, великолепных солдат. В данный момент мы выполняли функцию застрельщиков, стрелков, снайперов и сдерживателей русских атак. Мы представляли кино английского кавалерии, и наша задача была взять гарматы у россиян, но в нас не вышло, мы все загинули. Мы работаем в кино, как эскадеры, и сейчас нас запросили на эту акцию. Это же интересно. В этой битве наша роль была совершенно не ключевой, так как мы занимаемся французской пехотой, мы всего лишь прикрывали конные подразделения, которые участвовали в данной баталье. Украшением представления стали показательные полеты группы «Эйрскадрон». Ретро-самолеты участвуют в украинско-британской авианеделе. В данном сражении им предстояло в воздухе имитировать действия частей в той битве. В завершение авиашов в небо выпустили голубей в память о погибших войнах, чтобы их души покоились с миром. Несмотря на невыносимую жару во время представления, большинство зрителей остались довольны увиденным. Среди них и принц Майкл Кенский. Олег Савченко, Рината Малышева, Екатерина Долгополова, Денис Александрович. Программа «Наше время». Программа «Наше время».